Я лежала вот здесь на диване и смотрю, у нас дым поднимается. Смотрю, до Судова уже дым пошел. Потом я дочку позвала, что у нас что-нибудь горит, что ли. У нас дома все нормально было, а оказывается, это было с первого этажа. Уфим Казимфира Гайнулина рассказывает, как оказалось в реанимации. Ничего не предвещало проблем. Обычный вечер в кругу семьи. Незапно она, ее супруг и дочь почувствовали себя плохо и вызвали скорую. Прямо под их квартирой располагается пекарня. Именно ее уфимцы винят в проблемах со здоровьем. По их словам, в воскресенье на прошлой неделе в общепите при помощи серной дымовой шашки решили потравить тараканов. Распространился какой-то дым. Сперва я не почувствовала, что он был какой-то едкий. Только со временем, когда мы уже начали собираться, чувствую, что уже в горле начало гореть, першить. Потом папа, когда вернулся уже из пекарни, когда он узнал, что происходит, он начинал нам сказать, что уже все, надо уходить из квартиры, чтобы сильнее не отравиться. 19-летняя Элина вышла из квартиры позже всех, так как спасала от дыма кошку. На протяжении четырех дней девушка с матерью пролежали под капельницей. Совсем недавно Земфире сделали операцию на позвоночник. Не успев восстановиться, она снова оказалась в руках врачей. Теперь, говорит пострадавшая, у нее сильно немеют ноги. После выписки Гайнулины написали заявление в полицию и прошли судебно-медицинскую экспертизу. И хотим справедливости, чтобы кто нас отравил, вот эта кулинария, которая ниже нас, понес наказание. А если вместо нас кто-нибудь, дети были бы маленькие, старики, которые лежащие, а что с ними было бы? Хочу, чтобы была справедливость и чтобы наказали этого хозяина в пекарне. По информации Роспотребнадзора, по факту случившегося начато расследование. Мы связались с юристом, чтобы узнать, чего могут добиться пострадавшие. Штраф на предприятие, на само юридическое лицо может составить до 400 тысяч рублей, на руководителя непосредственно до 50 тысяч рублей. Но здесь пока еще вопрос решается, возможно, будет уголовное дело возбуждено, если жильцам квартиры будет признано, что причинен тяжкий вред здоровью. Тогда это вопрос уже возбуждения уголовного дела. В любом случае, надо жаловаться прокуратуре, чтобы приостановили деятельность этого пункта общественного питания. Ну а пока Гайнулины ждут результатов судмедэкспертизы и восстанавливают здоровье, пекарня продолжает работать. Светлана Чернова, Анастасия Федорова, Тимур Абсалямов, Рустам Лукманов. Столичное телевидение. Вся Уфа.